Есть проблемы с вывозом мусора не только на контейнерных площадках. Ветки, обрезанные во время субботников, месяцами лежат на газонах. К ним присоединяются поваленные ветром деревья. Кто должен убирать это всё и почему не делает, разбиралась Елена Шарыгина. Территория, где нет травы, тут всё лежали спиленные ветки, принесённые. Вот дерево, оно сколько отгорело, одну часть отпиленное. О недавнем пожаре во дворе дома на улице монтажников сейчас напоминают только пепелище на земле и сухие ветки на дереве. Около недели назад, вспоминает Елена Будина, загорелась куча веток во дворе. Без помощи спасателей не обошлось. Пламя перекинулось на дерево. Люди подозревали, что свалка веток рано или поздно приведёт к пожару. Эта куча у нас находится с весны. Она лежала под деревом. Это после приборки, после субботника. Был субботник, и все убирали, и ветки наносили с близлежащих домов. Залежи веток тут можно встретить по всей округе, показала Елена Будина. Но до управляющей компании, говорят жители, не дозвониться. Куда ещё обратиться, чтобы мусор вывезли, люди не знают. Причём такая картина не только во дворе этого дома. Перед 9 мая на улице Маклина прошёл субботник. Тогда ветки и мусор оставили на газоне. Лежат они здесь до сих пор. Уже заросли травой, и их почти не видно. Сейчас уже можно предположить, что ветки не собирались и не собираются убирать. На улицах Монтажников и Маклина ветки появились после уборки. А на улице Производственной, можно сказать, намусорила погода. На прошлой неделе ураганом повалила тополь во дворе дома номер 3. Ствол и ветки быстро распилили и убрали. Но территорию двора они не покинули. Вот как после бури спилили, на следующее утро сразу так и лежат. И никуда их не убили? Никуда. Вот даже ступеньки были завалены. Видимо, дворник от этого дома немножко их убрал уже. В этом дворе тополей растёт несколько. Местные жители давно хотят от них избавиться. Говорят, даже писали петицию. Но от управляющей компании действий не дождались. Всё сделала стихия. Причём не без ущерба. Дерево рухнуло на парковку, где стояли машины жильцов дома. Ну, одна вообще очень сильная. Остальные так повреждения не значительные, может быть, с одной стороны. Но всё равно ремонт нужен был. Это в любом случае машина. Тут же между домами от сильного ветра тоже сломалось дерево. Но не полностью упала только ветка. И заблокировала проход по тропинке. Теперь это место люди обходят стороной. Елена Шарыгина, Александр Брызгалов. Бюро новостей Давича.